Всем привет, с вами Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 27 октября. Начинать мы будем, как обычно, с биткоина и посмотрим, что у нас здесь. Ну, это и кликбейт, и на самом деле одно из предполагаемых дальнейших движений биткоина. Сейчас посмотрим, что с ним произошло за последние сутки и, в общем-то, чего ожидать. Ну, прежде всего, здесь мы видим, что биткоин у нас пробил отметку 20 400 долларов и дошел в моменте до 21 000. Около 3% даже с отметок, которые были вчера. И, казалось бы, все здорово, да, и биткоин у нас имеет потенциал для дальнейшего роста. Но есть здесь, конечно, и немного тревожащие факторы, которые мы сейчас рассмотрим. Прежде всего, по поводу дальнейших лонговых целей, я повторюсь идею предыдущего видео 21 500, 22 600. Эти цели висят уже очень давно. Но также из хороших новостей, я напоминаю, что биткоин у нас покинул и пока что держится выше зоны вот этих вот максимальных горизонтальных объемов. И на пути к следующей зоне, которая около 21 500 долларов здесь находится. С другой стороны, текущее развитие, как бы, роста по биткоину, если мы посмотрим на 15-минутном графике, оно все равно определенное опасение вызывает. То есть, с одной стороны, вот этот вот довольно здравый пробой и вроде как ретест, но дальнейший рост у нас на 21 000 прервался. И сейчас вот такой вот горизонтальный, как бы, диапазон ловит. Это все так же, на мой взгляд, сохраняет приоритетным направлением все-таки бычье. Но при этом есть у меня основания полагать, что может все это дело превратиться в нечто подобное. То есть, на графике, например, 4-х часовом мы можем увидеть, что биткоин у нас после выхода из бокового диапазона, после даже такого довольно здравого роста, если он ловит паузу, если он начинает консолидироваться, то нередко это все превращается в довольно серьезный откат. И даже несмотря на то, что в последующем биткоин у нас все равно подрастает, откаты все равно довольно серьезные и довольно жесткие. Поэтому тут, как бы, я так, немного с опаской рассмотрю на развитие событий и для себя выделил, как бы, следующие основные триггеры к тому, что биткоин у нас может довольно серьезно упасть. Прежде всего, конечно же, это отметка 20 400 долларов. То есть, 20 400 долларов биткоин уже прошел, то есть, он уже его ретестировал. И если цена снова опускается к 20 400 долларов, если цена снова уходит в этот боковой диапазон, то, боюсь, что это довольно негативный признак, который впоследствии как раз-таки может нас увести в ту зону, которая кружочком была выделена. То есть, вплоть до отметок там около 18 500, 18 600 долларов. Потому что здесь у нас тоже есть боковой диапазон. Да, вот он более наглядно. Этот боковой диапазон прошли. Если цена выше него не фиксируется, то мы воспринимаем, соответственно, всю эту структуру как ложную с последующим откатом снова в начало этого диапазона. Поэтому тут я бы сказал, что лонг позиции, они, на мой взгляд, личные, должны закрываться, если цена снова падает ниже 20 400. То есть, возможно, какой-то остаток придется закрыться без убыток, возможно, какой-то слабый плюс. Но мне кажется, что держать лонг позицию дальше при падении биткоина ниже 20 400, это довольно опасное мероприятие. В остальном же, в принципе, развитие текущего тренда, это прежде всего отработка бокового диапазона, отработка более крупной фигуры. Ну и, в принципе, на более масштабном графике мы также видим, что у биткоина есть потенциал там вплоть до 25 000 долларов. То есть, это верхняя граница вообще более глобального ценового диапазона. Все остальное, это, в принципе, ну так, флуктуации. Вот здесь, значит, что еще сказать, что еще добавить по биткоину? Ну, по краткосрочным позициям я могу только предлагать сопровождать предыдущие новые позиции. Здесь выглядит странно. Возможно, имеет смысл развернуться в шорт, если цена, опять же, падает ниже 20 400. Чем мне нравится здесь шорт? Тем, что он, скорее всего, будет отрабатывать быстро, потому что цена падает всегда быстро. И там можно попробовать, ну, что-то довольно быстро зафиксировать в случае, если цена вот здесь вот, в общем-то, падает. Помимо всего прочего, предыдущий рост, он тоже был такой безоткатный, поэтому и падение может быть таким же оперативным. Вот, по индексу NASDAQ, что хорошего у нас с поводырем? С поводырем у нас ситуация интересная, здесь у нас рынок подрос, ну, до этого еще подрос. Вчера он открылся с резким гэпом вниз, после выхода, по-моему, отчета по фейсбуку, кажется. И потом, значит, некоторая коррекция наверх, и потом снова движение вниз. Все очень смахивает сильно на разворотную формацию, такую глобальную, которая готовится. То есть, видите, цена падала, вот здесь вот первое плечо, потом голова, и вот сейчас, кажется, начинает формироваться второе плечо. То есть, если биткоин подхватит, какой биткоин? NASDAQ, если подхватит выше отметок 11 тысяч долларов, а на мой взгляд, должны, то дальше у нас хорошее развитие и цели, которые мы обозначали, около 12500, и, возможно, даже выше, то есть вплоть до 12700. Поэтому по NASDAQ, мне кажется, все до сих пор неплохо. Здесь единственный, конечно, вопрос, насколько сильно будут вот эти коррекционные движения заводить биткоин, заводить NASDAQ, заводить, в принципе, весь рынок, и насколько устойчивы будут вот эти вот наши лонг-позиции, потому что все равно большой стоп мы себе здесь, на мой взгляд, не можем позволить. Это слишком опасно, с учетом того, что волатильность очень высокая. Короткие стопы будут также подзбивать, поэтому, скорее всего, нам придется, возможно, перезаходить потом еще раз, если мы увидим такое более агрессивное выбивание стоп-ордеров в рамках именно текущего локального растущего цикла. Надеюсь, выразился понятно. Вот и все. Давайте пойдем дальше. Следующий у нас это эфир. Я также напоминаю, что в описании всегда висят ссылки на регистрацию на биржах Binance и Bybit, это к удаче вам, я закашлялся, на биржу Binance и Bybit, где есть самые лучшие условия, 20% кэшбэка на комиссии в случае с Binance и до 4000 долларов бонуса на первый депозит на Bybit. Поэтому в описании ссылки пользуйтесь. Теперь по эфиру ситуация аналогичная. То есть эфир к Биткоину у нас немного застыл, берет паузу, скорее всего, будет некий откат, а потом продолжение роста, потому что набирались мы очень много, вряд ли это все на один только импульс. По ситуации с долларовым графиком он тоже пробил уровень. Мне кажется, опять же, что потенциал выше, но вот эти вот случайные колебания в рамках краткосрочной перспективы, они, конечно, тяжело читаемые, поэтому если бы еще не заходили, то я бы такой заход планировал только после какого-то более серьезного отката, а не прямо сейчас. Если же уже зашли, когда мы обсуждали это там вчера, то я думаю, что стопы на безубыток и дальше держать, смотреть, что будет происходить. Понятно, что все зависит в первую очередь от Биткоина. Ну и две новые монеты на сегодня. Первая это Доги Коин. Начал он рост от отметок, которые мы рассматривали в качестве покупок, но не буду вас осуждать, если вы уже про это забыли, потому что было это очень давно, когда Доги Коин еще там в сентябре находился возле этого уровня. Поэтому я сам уже лично про эти сделки забыл, точнее не сделки, а потенциальные трейды, я их так и не открыл. Я уже про них забыл, возможно, и вы тоже. Поэтому давайте смотреть, что у нас прямо в текущий момент здесь происходит. А здесь происходит то, что после довольно бурного роста цена у нас быстро подошла к как раз-таки верхней границе вот этого вот бокового диапазона. И тут мы имеем, в общем-то, такой довольно серьезный откат, что мне кажется, означает с учетом типичного поведения Доги Коина, что потенциала его роста осталось совсем ненамного. Максимум, который мне здесь кажется актуальным, это где-то 9 центов, после чего довольно быстро Доги Коин должен растерять как раз-таки то, что сейчас набрал. И вот какое-то похожее движение, скорее всего, сначала быстрое, потом помедленнее, здесь у него будет. Поэтому я присматриваюсь к каким-то шорт-позициям, которые здесь можно открыть. Не скажу, что прям с рынка мне очень нравится эта идея, но если на часовом или 15-минутном графике мы увидим, что у нас дальнейшее развитие это движение не получает, ну вот что-то похожее на то, что мы видим сейчас, то я бы здесь, возможно, какую-то шорт-позицию открыл. Очень короткий стоп и очень аккуратное сопровождение. Ну и последняя монета на сегодня это Юни. Тут ничего интересного на самом деле, потому что, конечно, полная зависимость от Биткоина в первую очередь. Во вторую очередь мы здесь видим, что вот это вот боковое движение, оно вроде как начало пробиваться, но скорее всего сейчас довольно сильно откатится. В связи с чем я бы смотрел, опять же, в сторону 6,5, наверное, где-то долларов в пользу дальнейшего набора. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Суторого решения принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok